Музыка Приборы ночного видения, квадрокоптеры, маск-халаты, индивидуальные аптечки и маск-сети, а еще холодильник для медпрепаратов, стройматериалы и даже стиральные машинки. Военно-техническую помощь от Ростовской области в этот раз получили артиллеристы Донского именного подразделения. Там служат бойцы, недавно заключившие контракт с Минобороны. Просто замечательно, этого не хватало, прям большая благодарность ростовским ребятам, просто восхитительные эмоции. Были уже в бою? В конкретных нет, но взрывы ряда были. Эта помощь – часть заявки бойцов этого подразделения. Вторую, куда войдут квадрокоптеры, приборы ночного видения и автомобили, привезут чуть позже. В это нелегкое для нас для всех время, каждому солдату особенно важно чувствовать поддержку дома. Знать, что его не забыли. Любят, помнят и ждут. Вы твердо знаете, мы закончим развязанную Западом ненависть между двумя братскими народами. Враг будет разбит, победа будет за нами. Первый форум креативных индустрий «Креаторика» провели в Ростове. Его задача – объединить творческое сообщество Юга России. В программе форума, организованного по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», серия обучающих сессий, лекций, семинаров, а также культурно-развлекательные мероприятия. Местом проведения стали несколько площадок. Так, в Центре истинных ценностей собрались те, кому близкие и интересны творческие индустрии. Деловой части повестки – обсуждение вопросов развития их и креативных пространств, формирование инфраструктуры креативного кластера, механизмов поиска и обучения управленцев и специалистов в этом направлении. Важной задачей глава Минэкономразвития назвал объединение креативных сообществ не только нашего региона, но и всего юга страны. Создана вся инфраструктура, возникла масса агентств и даже поставлены цифровые показатели эффективности движения. То есть это кратный рост доли всех креативных отраслей экономики в общем валу внутренней продукции. И это удвоение, утроение, и даже в отдельных случаях рост в пять раз должен быть достигнут к 2030 году. Студентов и учеников года выбрали в Ростове. Финалы региональных конкурсов принял РГО Ринг. В 40 номинациях студента года 2023 поучаствовали пять сотен человек. А в ученике года 250 школьников поборолись за победу в семи номинациях. При этом конкурс студентов проводится уже в девятый раз, а учеников впервые. Гран-при премии «Студент года» взяли Сергей Гладилин, студент Ростовского строительного колледжа, Владимир Загорский из Таганрогского авиационного, Артем Зотов из ДГТУ и студентка ЮФУ Дарья Реснянская. А учениками года стали Николай Потатуев из 11 лицея, Никита Проценко из лицея номер 9, ученик 19-й школы Григорий Софийский и Мария Андреева из классического лицея номер 1. У меня огромный опыт уже участия в конкурсах, я более трех лет в них участвую. И для меня записать видео, даже смонтировать из прошлых видео, это было достаточно легко. Эссе я писала про себя, и когда ты говоришь от себя, что ты по-настоящему делаешь, это получается действительно легко. Таких безвольных игроков я не встречал давно. Так подытожил встречу своей команды с «Динамо Алтаем» главный тренер Ростова. Разочарование Григория Пантелеева можно понять. 13-е поражение в 14 последних матчах все-таки. Уже на исходе второй минуты Краснов удалился за подножку, и барнаульцы за 25 секунд нас за это наказали. На последней минуте второго периода гости забили второй гол, и наш тренер заменил вратаря Гуськова на Масленникова. Ведь обе шайбы Гуськов явно мог брать, но пропустил под собой. После перерыва Ростов взбодрился. На третьей минуте Марушев вошел в зону и как-то даже нехотя бросил. Бросок получился не сильный, но очень точный. Шайба бабочкой влетела в ближний верхний угол. Но уже через пять минут игрок «Динамо Алтая» спокойно выкатился из-за ворот и расстрелял голкипера с метра в упор. Послал шайбу под ловушкой. Кстати, после игры наш главный тренер назвал вратарскую линию команды очень слабой, хотя в начале сезона на нее очень рассчитывал. За полторы минуты до финальной сирены наши ворота остались без вратарей. Вышел шестой полевой, однако тут же потеря в своей зоне и шайба в сетке. Ростов проиграл 1-4 и Пантелеев обещает что-то менять. Не пускать ситуацию на самотек и просит прощения у болельщиков за такой хоккей. Продолжение в четверг дома с идущим на 17-м месте металлургом из Новокузнецка. Субтитры подогнал «Симон»